Авиабаза Кант пополнится новейшими штурмовиками Сухого, ВПК, Су-25СМ, Су-25СМ-2, ВВС России. Источник RussianPlanes.net В 2015 году в подразделении Российской авиационной базы Кант, дислоцированной в Киргызской республике, поступит пять модернизированных Су-25СМ, сообщил сегодня официальный представитель Центрального военного округа Ярослав Рощупкин. Штурмовики придут на смену устаревшим модификациям Грачей, которые также пройдут модернизацию на российских предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Су-25СМ значительно превосходит базовую модель, для него открыты новые режимы боевого применения, позволяющие поражать две цели в одной атаке и проводить навигационное бомбометание ночью и в сложных метеоусловиях, пояснил Ярослав Рощупкин. Комплекс средств радиоэлектронной борьбы позволяет вести радиотехническую разведку, предупреждает летчика об угрозе, производит прицеливание по излучающим радиолокационным станциям противника и создает помехи. Для снижения нагрузки на летчика в кабине самолета создано современное информационно-управляющие поле с цветными многофункциональными индикаторами и индикатором на лобовом стекле. Изменена компоновка приборной доски и пульта управления, установлена новая система индикации управления. Встроенная система контроля бортового оборудования позволяет существенно снизить трудозатраты при подготовке самолета к повторному вылету. Благодаря этому временно техобслуживание нового штурмовика сократилось на 25-30% по сравнению с базовой моделью. Кабина штурмовика оснащена многофункциональным цветным дисплеем, на который выводится цифровая карта местности и маршрут полета. Перевооружение авиабазы на модернизированные самолеты планируется полностью завершить до 2016 года. Справка РГ Официальное открытие российской авиационной базы КАНТ, ведущей свою историю с 1941 года, состоялась 23 октября 2003 года. Сегодня авиабаза структурно входит в состав два командования ВВС и ПВО. Ее главная задача – поддержка с воздуха действий воинских подразделений коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8 МТВ. Екатерина Призова 18.02.2015 Право на данный материал принадлежит Российская газета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова